Добро пожаловать! Мы изучаем второе послание к Тимофею, второе послание Павла близкому другу, воспитаннику, посланнику, которого он оставил нести служением в городе Ефес, в церквах, которые там были основаны. Было много проблем, лжеучителя приходят в город, и мы об этом много говорили, когда изучали первое послание. Второе послание к Тимофею было написано, может быть, два или три года позднее. Павел находится в римской тюрьме, близится к конец его жизни. Он не знает, когда его казнят, но знает, что его казнят. И вот находясь в таких обстоятельствах, Павел захотел написать еще одно послание своему близкому другу Тимофею. И в этом послании Павел выражает свои чувства, которые он испытывает к Тимофею. В нем он дает советы, пишет о том, о чем Тимофею следует знать, прежде чем Павел покинет эту землю. Но в целом это очень теплое, очень эмоциональное послание. И мы уже с вами разобрали стихи, записанные в первой главе, и уже начали разбирать вторую главу. Мы говорили о том, что Павел помнит Тимофея. Мы разбирали наставление, которое Павел написал Тимофею. Он пишет, чтобы Тимофей не стыдился. Многие оставили Павла, забыли о нем. И Павел не хотел, чтобы Тимофей был в числе них. Он напоминает Тимофею, что все ради Евангелия. И он призывает Тимофею крепляться, потому что есть другие люди, которые служат верно и усердно. И он рисует образы воина, спортсмена, земледельца. Призывает Тимофея не сдаваться, но продолжать нести свое служение, нести его мужественно. И сегодня будем продолжать разбирать это послание, новый фрагмент, вторая глава, стихи с 8 по 13. Порой случается так, что мы, сами того не замечая, начинаем отвлекаться на что-то и уклоняться с пути следования за Иисусом Христом. Пару лет назад, когда я проповедовал в нашей церкви, что-то произошло во время проповеди. В нашей церкви, за кафедрой, есть большой экран, и на этом экране высвечиваются слайды, сделанные в программе Пауэрпоинт. И во время проповеди на экране высвечиваются ключевые мысли из проповеди. Меняются слайды, картинки. И вот представьте такую картину, я проповедую, смотрю на людей, сидящих в церкви, а все присутствующие видят не только меня, но и экран. И экран неожиданно потух, но он не просто потух. Компьютер, с которого высвечивается Пауэрпоинт, стал перегружаться, и люди видят все сообщения, которые высвечиваются во время перезагрузки. И все это происходило у меня за спиной, и вы скажете, хорошо, что ты этого не видел. Но на самом деле я видел, потому что в нашей церкви есть второй экран. Он меньшего размера и сзади нашего зала, и он повешен так, чтобы я мог видеть во время проповеди, что на нем высвечивается. И вот я проповедую, и в этот момент вижу то, что происходит на экране. Слайды пропали, компьютер выключился, голубой экран, компьютер стал загружаться, вижу, как люди пытаются починить, и в этот момент я должен проповедовать. Но все это сильно отвлекало меня. И я думал про себя, как продолжить проповедь? Передо мной лежал конспект, я старался смотреть в него, а не на экран, и притвориться, что ничего не происходит. Хотя на самом деле мой разум кипел от разных мыслей. И вот в этот момент я вынужден был сконцентрироваться на том, что я должен был говорить. Я привел этот пример, потому что нас всех что-то отвлекает в жизни, и это происходит по-разному. Может, вы пытаетесь работать, начальник дал вам задание, но вам нужно сделать что-то еще, а в голове в этот момент мысли совсем о другом. А может, вы сидите в классе, в университете или в школе, пополняете какое-то задание, и к вам поворачивается ваш друг и просит вас помочь ему что-то сделать, и вы разрываетесь между заданиями. А может быть, вы родитель, или живете в браке, и у вас есть дети, и многое что отвлекает, вы пытаетесь как-то управлять домом, но не знаете, как сконцентрироваться? Нас всех что-то отвлекает, это часть жизни. И что же делать? Когда мы разрываемся, и все вокруг требует нашего внимания, нам нужно сконцентрироваться на нескольких вещах, может, даже на чем-то одном. И это особенно важно для христиан. Если кто-то следует за Иисусом Христом, это не означает, что его ничто не будет отвлекать. Скорее наоборот, это гарантирует, что его что-то будет отвлекать. И если что-то происходит, что же делать, будучи последователем Иисуса Христа? Необходимо сузить фокус. Заострить фокус, но на чем? И сегодня мы будем разбирать второе послание к Тимофею, вторую главу, где Павел пишет, «Тимофей, я хочу, чтобы ты заострил фокус на чем-то одном, на одном человеке, на Господе Иисусе Христе». Когда я сам читал эти стихи и готовился к лекции, я подумал про себя, почему он написал об этом именно здесь? Павел дает разные советы, пытается ободрить Тимофея, и что мы об этом, и об этом. И, казалось, совсем неожиданно пишет стихи, которые, казалось бы, совсем не по теме. Павел, о чем ты думаешь? Почему ты написал об этом именно здесь? Ведь это кажется неуместным. Вы когда-нибудь собирали пазл. Каждая часть пазла имеет свое место. Иногда у себя дома мы собираем пазлы на столе. И иногда бывает так, что какая-то часть пазла, казалось бы, куда бы вы ее не поместили, она не подходит. И такие мысли у меня были, когда я читал эти стихи. «Павел, о чем ты думал в этот момент?» И потом у меня появилась такая мысль. Я вам только что описывал, что происходит, когда что-то отвлекает. Павел думает о Тимофее, о ситуации в Ефесе, о ситуации в церквах, о том, что приходят лжеучителя, о всех проблемах, о состоянии здоровья Тимофея. Тимофей, а не отвлекаешься ли ты? Тимофей, необходимо заострить фокус на одном. Я знаю, что тебе приходится делать это, это и это, но я хотел бы, Тимофей, чтобы ты заострил фокус лишь на одном, на Иисусе Христе, на Личности Иисуса Христа. Разбирая это послание, мы говорим о навигации. Мы представляем, что мы корабли, которые порой стремятся к чему-то, а иногда пытаются уклониться от чего-то, от опасного айсберга, например. В этой лекции мы будем говорить о том, к чему следует стремиться. И стремиться надо к одной Личности в этой жизни, когда многое отвлекает к Личности Иисуса Христа. Итак, если ваша Библия еще не открыта, пожалуйста, откройте их. Второе послание к Тимофею, вторая глава, стихи с 8 по 13. Второе Тимофею, вторая глава, стихи с 8 по 13. Здесь так записано. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскрешивая из мертвых, по благослованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Верно Слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может». Главная мысль этих стихов видна из восьмого стиха. Тимофей, помни Иисуса Христа. Не забывай. Не уводи взор с креста. Не забывай о том, что сделал Иисус Христос, сделал для тебя и для каждого из нас. Помни Иисуса Христа. И глагол стоит в настоящем времени, то означает продолженное действие. Другими словами, Павел говорит, помни всегда Иисуса Христа. Заостряй фокус. И это так сложно, когда многое отвлекает нас. Вот такой пример. Я уже много вам рассказывал о нашей восьмилетней дочери Саше. Мы все очень любим Сашу, но у нее есть одна проблема. Она очень легко отвлекается. И что мы осознали? Нельзя Саше давать четыре задания одновременно. Вот такой пример. Девять часов вечера, время ложиться ей спать. И если ей сказать, Саша, убери своей комнате, надень пижаму, почисти зубы, и приходи, мы с тобой помолимся перед сном. Вот такие четыре задания. Убрать в комнате, надеть пижаму, почистить зубы, и прийти и помолиться, перед тем, как лечь спать. Если сказать ей так, и потом посмотреть через 30 минут, что произойдет, она сделает не четыре задания, и даже не три, и даже не два. Может быть, она сделает что-то одно. Потому что в ее голове, в голове восьмилетней девочки, очень много разных мыслей. Она думает о животных, она что-то замечает, может, ее брат что-то сделал интересное. И через 30 минут ее спрашиваешь, «Саша, тебе было поручено четыре задания». Что ты сделала? Ты убрала в комнате? Нет. Ты одела пижаму? И хорошо видно, что она этого не сделала. Саша, а может быть, ты зубы почистила? Нет. Нет, папа. Но я понимаю, ты не помолиться сюда пришла, да, со мной? Итак, Саша, что ты должна сейчас сделать? Ну, убрать в комнате. И мы пришли к такому выводу, что Саше нельзя давать более одного или двух максимум заданий, потому что своим восьмилетним умом она не сможет воспринять больше. Вы думаете, только у нее такая проблема? У меня такая же проблема. Жена звонит мне на работу в церковь и говорит, «Брюс, когда будешь ехать домой, заедь в магазин и купи бананы, молоко и, скажем, что там еще, ну, салат». Заканчивается мой рабочий день, я сажусь в машину, еду домой, прихожу, и Труди спрашивает, «Ты продукты принес?» И я, «Опс, я все не могу запомнить». Видите, я не сильно отличаюсь от Саши, потому что что-то меня отвлекло. Когда я вышел из церкви, сел в машину, я подумал об ужине, о том, что я буду делать вечером, или, может быть, нужно было ехать на какую-то встречу, и я забыл. Я думаю, это случается с каждым из нас, как с взрослыми, так и с молодыми. И Павел пишет, «Тимофей, многое требует твоего внимания. Проблемы в церкви, проблемы с лидерами, проблемы в городе, проблемы в Римской империи». Тимофей, помни Иисуса Христа. Тимофей, ты должен не забывать об этом. Но что нужно помнить? Здесь есть две важные фразы. «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Вы помните, что на лекциях мы повторяли вновь и вновь. Для Павла все ради Евангелия. Все ради Евангелия. Лишь это было его мотивацией. Лишь в этом он находил силы, чтобы идти вперед. Когда он говорит об Иисусе Христе, он говорит о его смерти и его воскресении. Можно вспомнить его слова, написанные Коринфской церкви. «Если Христос не воскрес, то мы несчастнее всех человеков». «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, и нужно заняться чем-то еще». Потому что все христианство рассыпется, если воскресения не было. Поэтому, Тимофей, когда ты будешь вспоминать Иисуса Христа, заостряй свой фокус, то помни, насколько важна была его смерть и воскресение. Но здесь есть еще одна фраза от семени Давидова. А что бы это могло означать, и почему Павел об этом написал? «Да, я знаю, что Иисус из колена Давидова». Но этими словами Павел подчеркивает человечность Христа. Тимофей, ты человек. Иногда ты чувствуешь себя неуверенным, слабым, многого боишься. Но Тимофей, Иисус Христос, тоже был человеком. Он был на 100% Бог и на 100% человек. Тимофей, он страдал, как и мы. Он был искушаем, как и мы. Он испытывал противление различных людей, так же, как и мы порой. Он был на 100% человеком. Он понимает. И когда ты будешь вспоминать об Иисусе Христе, вспомни, что Он понимает тебя. И это укрепит твою веру, поможет тебе выстоять, даст тебе терпение. Итак, написав Тимофею о том, что он должен вспоминать об Иисусе Христе, Павел пишет дальше, в конце 8 и в 9 стихе, смотри на мой пример. Он пишет, «По благоствованию моему, за которое я страдаю, даже до уз, как злодей». Тимофей, ты знаешь, где я нахожусь? Я знаю, что тебе сообщили, что я в Риме. Я в этой кошмарной тюрьме. Если это та тюрьма, которая нам известна, то он даже не на один этаж под землей, на два этажа под землей. Там холодно, сыро. Темно. И Павел пишет, «Тимофей, вспоминай обо мне. Помни, почему я здесь, глубоко под землей. Помни, за что я скоро умру. Почему я в узах. Римские воины охраняют меня. Вспоминай обо мне, Тимофей, и, может быть, это даст тебе силы продолжать нести свое служение. Помни о славе Божьей и Евангелии Иисуса Христа». Все на самом деле просто. Мы страдаем, потому что Иисус Христос пострадал. Мы страдаем ради Евангелия Иисуса Христа. Все просто. Раз в четыре года в нашей стране проходят выборы президента. И предвыборная кампания начинается за год или даже за полтора года до выборов. Можно увидеть рекламные щиты, слышать выступления. В новостях только и говорят о различных кандидатах. Я помню один девиз, предложенный одним из кандидатов в президенты. «Виновата экономика, а не вы». И каждый мог понять, что в предвыборной программе этого кандидата основное внимание уделяется экономике. Все просто. Каждый мог это понять. «Тимофей, все ради Евангелия Иисуса Христа». «Тимофей, мы делаем то, что мы делаем ради Евангелия Иисуса Христа». Нельзя об этом забывать. И поэтому я в узах, как злодей. Но, если вы посмотрите на конец 9 стиха, здесь написана очень глубокая мысль «Всего послания». Если сравнивать с бейсболом, то это как голевой удар. Это ключевая фраза. Фраза, которая выделяется на фоне всего послания. И вот эта фраза. «Но для Слова Божьего нет уз». Вы скажете, «Ну и что здесь такого значимого?» «Но для Слова Божьего нет уз». «Тимофей, они могут меня бросить в тюрьму. Они могут уничтожить тебя. Они смогут разрушить твою церковь. Но они никогда не смогут связать Божье Слово». Бог сказал, что Его Слово не возвращается к нему тщетно. Оно будет проповедано в каждом колене, в каждом народе. И до тех пор, пока Господь не придет, они этого не остановят. Когда я смотрю на те стратегии, к которым прибегал сатана на протяжении столетий, пытаясь разрушить христианство, наименее эффективной стратегией было гонение и преследование христиан. Это ужасно, это жестоко, это причиняет боль, разрывает семьи, проливается много слез. Но когда сатана преследует церковь, убивает людей, это никогда не срабатывает. И в результате Слово Божье распространяется лишь быстрее, идет еще дальше. И как стратегия разрушить христианство, это не кудышная стратегия. Когда люди слышат о страданиях, они еще крепче держатся Евангелия Иисуса Христа. И вспоминаю о том, что происходило в первом веке в Риме, когда началось гонение на христиан. Много лет назад не выпала возможность посетить Европу, и я был в Риме. И я спускался под землю и видел катакомбы, подземные туннели, которые были высечены в скале. Это удивительное зрелище. И там разные люди скрывались веками. И протяженность этих катакомб под городом составит почти тысячу километров. Сеть туннелей и катакомб, которые десять поколений христиан использовали, чтобы скрываться в них. Там хранили умерших. И на протяжении трех веков, благодаря этим катакомбам, Евангелие распространялось. И в этих катакомбах побывало более четырех миллионов христиан. В то время, как гонения в Риме, в Римской империи усиливались, христиане спускались под землю. В катакомбы. И их число умножалось. И Евангелие распространялось. Еще один пример. В сороковые и пятьдесятые годы прошлого века Китай становился коммунистической страной. И в этой стране на тот момент насчитывалось семь тысяч христиан. Ну, не так уж и мало. Но когда при коммунизме усилились гонения на христиан под лозунгом так называемой культурной революции, гонения были очень жестокими. Христианство, казалось, было уничтожено. Но произошло что-то, что сатана, очевидно, не ожидал. В последующие годы количество христиан в этой стране лишь увеличивалось. Из тех семи тысяч многие были казнены, но вместо них появилось гораздо больше. И в конце прошлого века по разным подсчетам в Китае насчитывалось от тридцати до ста миллионов христиан. Семь тысяч, а теперь от тридцати до ста миллионов. И когда Павел пишет «Для Слова Божьего нет уз», он действительно так считает. И каким бы ни были попытки задушить проповедь Евангелия, в итоге, это Евангелие лишь больше проповедуется. Я вот что скажу. Наиболее эффективная стратегия сатаны — это не гонение, это процветание. Доказательства этого можно видеть сейчас в Америке. После Второй мировой войны, промышленной революции, огромный технологический прорыв, у людей появилась возможность зарабатывать деньги, и это хорошо, потому что они могли содержать свои семьи. Но когда в Америку пришло процветание, то проповедь Евангелия ушла на второй план. Казалось уже не такой важной. Никакого гонения. Так просто быть христианином. И даже сейчас, иногда, возвращаясь из церкви домой, я думаю про себя. А изменится ли что-то после того, что я сказал с кафедрой? Люди с радостью приходят в церковь, но потом после церкви едут на озеро или в парк и забывают все, что слышали. Конечно, не все так плохо, я не хочу казаться таким пессимистом. Но в Америке, где так просто быть христианином, очень легко отвлечься на что-то, что не имеет отношения к Евангелию. А когда наступают гонения, и мы помним, что для Слова Божьего нет уз, люди на самом деле переосмысливают отношения к Евангелию. Один автор сказал об этом так. Сила Божьего Слова никогда не зависела от степени защищенности людей или от их ограниченности. Сила Божьего Слова никогда не зависела от степени защищенности людей или от их ограниченности. Для Слова Божьего нет уз. Еще один пример из нашей страны. Время от времени я получаю e-mail от членов нашей церкви от моих друзей. Иногда меня просят разослать их послание другим людям, чтобы оно стало известно. И вот на монетах, которыми мы расплачиваемся в нашей стране, написано «Мы уповаем на Бога». И в Америке сейчас появилось движение, чтобы эту надпись удалить, потому что считается, что слишком много религии в этом, и это движение набирает обороты в интернете. Или другой пример. Нельзя молиться на спортивных мероприятиях. Для вас это может показаться странным, но в нашей стране было принято молиться перед началом спортивных соревнований. А сейчас люди говорят «Но в этом слишком много религии». И, к примеру, мне приходит письмо, в котором написано «Разошли всем, кого знаешь». Предупреди их, что если мы ничего не предпримем, у нас не будет возможности молиться. Но у меня вот такой вопрос. А почему мы ожидаем, что неверующий мир будет вести себя как верующий? С какой стати люди, которые не считают себя верующими, примут и одобрят то, что касается Евангелия Иисуса Христа? Я не хочу сказать, что эти изменения хороши. Но Евангелие Иисуса Христа переживает периоды гонений. Жизнь христиан может усложниться, но это не всегда плохо. Вот в каком смысле? Это поможет нам заострить фокус. Это поможет нам оставаться на узком пути. Это поможет нам не отвлекаться. И далее, в 10 стихе, он продолжает свою мысль. Вот что он пишет. «Посему, так как для Божьего Слова нет уст, я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Тимофей, знаешь, что я тебе скажу? «Я буду все терпеть ради тех, кого Бог избрал». Богословы много говорят о том, что означает избрание. Справедливо это, несправедливо. Но не это цель нашего курса. Говоря просто, я верю, что Бог избрал тех, кто примут вечную жизнь. И я благодарю Бога, что я имею вечную жизнь в Его Сыне Иисусе Христе. Павел пишет, «Я претерпеваю все ради тех, кто останутся верным Христу, и я приму смерть, буду оставаться в этой тюрьме, преодолевать искушение, потому что я хочу, чтобы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Павел не терял фокус. И я вот думаю, в тот день, когда мы встретимся с Ним на небе, каково это будет. Я представляю Павла человеком, который всегда думает о миссии, который целиком посвящен проповеди Евангелия Иисуса Христа. Но вот каким он будет на небе, когда мы вместе сядем, и он начнет рассказывать, и мы будем слушать его истории с изумлением, потому что что-то влекло его, как ничто иное. Это Евангелие Иисуса Христа. И Павел пишет, «Тимофей, помни Иисуса Христа, смотри на мой пример». И дальше он заканчивает свою мысль очень интересным образом, в стихах с 11 по 13. И вот что он пишет в 11 стихе. «Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Если с Ним умерли, то с Ним и оживем. Это легко запомнить. «Если я умер с Ним, я и буду жить с Ним». Речь идет о воскресении. Как мы можем помнить смерть и воскресение Христа в своей жизни? Наверное, лучший образ — это крещение. И в 6 главе послания к кремлинам Павел пишет, что наше крещение, когда мы погружаемся под воду, означает смерть, и когда мы поднимаемся с воды, означает воскресение. «То же самое, если мы умерли с Ним, то и жить будем с Ним». Это наше будущее, наша надежда. Читаем далее. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». «Если я вытерплю, я буду царствовать». «Если я вытерплю до конца, то буду царствовать». «Если я умру с Ним, то буду жить с Ним». Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com О необходимости проявлять терпение мы уже слышали от апостола Павла прежде, когда говорили о спортсмене, который продолжает бежать. У меня есть друг, который участвует в марафоне. Это бег 26 с чем-то миль. Это больше 40 километров. Это очень большая дистанция. И чтобы подготовиться, кому-то нужно тренироваться целый год. Необходимо правильно питаться, тренироваться, бегать на короткие дистанции, на длинные дистанции. Но наконец наступает день, когда им предстоит прибежать более 26 миль. Очень длинные дистанции. И мне друг рассказывал, что первые километры ты бежишь на адреналине. Казалось бы, все бегут нога в ногу. Но уже через несколько километров расстояние между спортсменами увеличивается. Но три дней всего на 20-й миле. И они говорят, что такое впечатление, как будто ты ударяешься о стену. И речь идет не о буквальной стене. Конечно, они не бегают в стену. Но наступает такой момент, когда разум кричит, ты сумасшедший, что ты делаешь? Пробежать 26 миль, это сумасшествие. «Сумасшествие! Остановись! Прекрати! И все твое тело болит! Оно вопиет к тебе, и большое искушение остановиться!» Но ты тренировался, и ты вспоминаешь, я тренировался, я могу. И говорят, если кто-то пробегает 20-ю милю, то он добежит до конца. И об этом идет речь в этом стихе, в этой части стиха. «Если терпим, то с ним и царствовать будем, то мы получим награду, которую он уготовил для нас». И третья фраза. «Если отречемся, то и он отречется от нас». Неужели? Я надеялся, что Павел напишет ободрение, что-то, что поможет нам. «Если мы отречемся, и он отречется от нас». Тимофей, никогда не забывай, кому мы служим. Никогда не допускай мысли, что так тяжело, что это нельзя вынести. Иисус Христос рядом. Он дает нам силу. Он помогает нам добежать до финиша. Не отрекайся от Него. Не отрекайся от присутствия Христа в нашей жизни. Нельзя сдаваться. Надо терпеть. Не отрекайся от Христа. Но вот особенно поражает четвертая фраза этого стиха. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Когда я прочитал, я подумал, не так все должно заканчиваться. Я ожидал, что будет написано, «Если мы не верны, то и он будет неверен». Это ожидается. Но здесь написано, «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Это удивительные слова, если задуматься. Бывают минуты, когда я устаю, когда я падаю духом, и я говорю, «Господь, я больше не хочу это делать. Позволь мне делать что-то еще». Люди недовольны, все идет не так, я не могу справиться с давлением. Я не знаю, смогу ли я остаться верным. И Бог как бы говорит через этот стих, «Брюс, не волнуйся, я останусь верным». Даже когда у тебя вера слаба, даже когда у тебя не хватает мужества, когда у тебя нету сил, я всегда буду верен, потому что я таков. Я не могу отречься себя. Тимофей, я всегда буду верен, даже когда ты или люди в твоей церкви будут неверны. Бог не может изменить свою природу, но Он может изменить нашу. И когда я все более и более уподобляюсь Иисусу Христу, Он помогает мне быть таким, как Он, помогает служить Ему, помогает следовать за Ним. И вот сейчас позвольте мне задать вам пару вопросов. Если посмотреть на то, что происходит в вашей жизни, насколько все тяжело, чувствуете ли вы себя побежденным? Чувствуете ли, что не можете справиться с противостоянием? Если бы Павел писал каждому из вас, то он написал бы вам то же самое, что написал Тимофей. Застри фокус. Помни Иисуса Христа. Посмотри на пример других верующих, которые страдают за веру, их терпение. Напоминай себе слова Писания в виде песни, в виде стиха, произнося их вновь и вновь, когда жизнь усложняется, когда, казалось бы, все рассыпается, все идет не туда. Когда жизнь тяжела, помни Иисуса Христа. Если в жизни все просто, тоже помни Иисуса Христа. Вспоминай людей, подобных Павлу. Помни, что все ради Евангелия. И написано здесь истинно. Если мы умрем с Ним, то и жить будем с Ним. Если терпим, то и царствовать будем с Ним. Если отречемся от Него, то и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он остается верным, ибо себя отречься не может. У вас в России есть одна традиция, которая мне очень нравится. Вот на этих выходных, у нас не будет занятий, и я поеду с кем-то в музей или посетить какой-то мемориал. Я приезжаю, и вот идет свадьба. Интересно, красивая невеста. Мы приезжаем мимо. И вот мы приезжаем к мемориалу войны в Курске. И вот мы видим там невесту и жениха, их свиту, на мемориале, павшем во время войны. Для меня это кажется необычным. Почему свадебный кортеж приезжает на кладбище? И мне объясняют, что здесь в стране есть традиция. Во время свадьбы приезжать на мемориал, чтобы отдать честь тем, кто умер и сражался, чтобы даровать свободу. И я думаю про себя, какая замечательная традиция, когда молодые, вступающие в брак, отдают честь тем, кто прошел путь до них. Тем самым они как бы говорят спасибо. В наш день свадьбы, особенный день нашей жизни, мы вспоминаем тех, кто сражался за нас. Это замечательная традиция. Если можно взять этот пример и связать со стихами, написанными в этой главе, то нечто похожее предлагает нам Иисус Христос. Наш мемориал — это причастие, либо преломление, когда нам говорится, «Вспоминай Его смерть, Его воскресение до дня, когда Он придет». Вспоминай. Помни. Та свобода, которую мы имеем сейчас, чтобы жениться, чтобы рожать детей, быть частью Его семьи, быть теми, кем мы являемся в Иисусе Христе, все это благодаря Иисусу Христу, тому, что Он совершил на кресте. Помни. Помни Иисуса Христа. Заостряй фокус, когда особенно тяжело. Итак, мы закончили этот раздел. Сейчас будет небольшой перерыв. И когда мы вернемся, мы будем говорить о том, что значит быть верным служителем. А сейчас перерыв. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»